На путь 102 поступило сообщение о том, что на автомагистрале республиканского значения Шимкен Кызларда произошел наезд на пешехода. По словам звонившего мужчина лет 30, азиатской национальности не подает признаков жизни. На место происшествия выехала карета скорой медицинской помощи и сотрудники дорожно-патрульной службы. Прибывшие на место дорожно-транспортного происшествия медики констатировали смерть потерпевшего. Очевидец рассказал полицейским, что успел сфотографировать машину марки Ауди 80. Незамедлительно была разослана ориентировка и объявлен план перехват. Спустя некоторое время подозреваемый был задержан в селе Кайнар-2. Им оказался парень 1995 года рождения, житель этого же села. Транспортное средство и сам подозреваемый были доставлены на место происшествия. По словам задержанного, у него даже нет документов на управление авто. Ауди, по его словам, принадлежит другу, который и попросил сесть товарища за руль. Мол, сам хозяин машины пропустил несколько рюмок спиртного. Оба парня были отправлены на медицинское освидетельствование. До выяснения всех обстоятельств, подозреваемый, который находился за рулем авто, будет водворен в изолятор временного содержания. На пересечении улиц Сайрамской и Бигет-Батыра произошло дорожно-транспортное происшествие. Примерно в половине 10 утра столкнулась грузовая «Газель» и ВАЗ-2115. По словам очевидцев, водитель грузовой автомашины при попытке совершить маневр Сайрамская на Бигет-Батыра столкнулся с легковушкой российского производства. В результате столкновения ВАЗ-2115 вылетел ворык, врезавшись в дерево. Водитель ВАЗа был госпитализирован с различными травмами в больницу. Обеим машинам нанесен значительный материальный ущерб. В причинах аварии разбираются инспекторы дорожно-патрульной службы. ВАЗ-2115 Примерно в час ночи на пульт противопожарной службы поступило сообщение о возгорании в частном секторе по улице Орнбаева. На место происшествия отправлены две единицы спецтехники и 10 человек личного состава. Прибывшие на место происшествия пожарные локализовали очаг возгорания в считанные минуты. Сейчас дознаватели выясняют причины пожара, площадь возгорания и сумму ущерба. Примерно в час ночи на пункт.